С хорошей метлой ни в какую непогоду не пропадешь. Дворник с 22-летним стажем Герасим Аваков за всю свою профессиональную карьеру испытал сотни веников, а перевязал их и того больше. Счет пошел на тысячи. И в этом деле он без сомнения знает толк. Связываем веник. Самый правильный метод, чтобы он никогда не крутился вокруг черенка, надо связывать вот таким образом. Берете узел, затягиваете, потому что другим образом вы никогда крепче этого не затянете вокруг. Делаем один круг, второй. Пожалуйста. Узел один. И бантик. Перевязать таким образом, делится Герасим, нужно в двух местах, чтобы метла не рассыпалась. А потом черенок, важно, чтобы он был острым, вбивают в веник. Вот таким образом. Он вбивается туда. И все. И, пожалуйста, подметайте, как хотите. Казалось бы, ни убавить, ни прибавить. Но и это еще не все секреты хорошей метлы. Для изготовления метелок подходит не каждое растение. Еще с советских времен веники делают из кустарника чилиги. Это растение полюбилось дворником за особую мягкость веток, но при этом очень долговечная метла получается. Даже пластмассовая ни в какое сравнение не идет с настоящим чилиговым веником. К предстоящей генеральной уборке города дворнику Герасиму и его коллегам из муниципальной управляющей компании «Жилсервис» предстоит перевязать сотню веников, сделать столько же лопат и столько же грабель. На склад прибыла первая партия инвентаря для субботника. Здесь же топоры, пилы, перчатки и мешки для мусора. Все это уже с первого апреля жители города могут получить в ЖЭУ бесплатно. А когда субботники закончатся, инструменты нужно вернуть. Сломали, будем как-то списывать, а случаев-то вообще не было, чтобы сломали, не принесли инструменты. После большой апрельской уборки инструменты не будут пылиться на складе. Они продолжат работать в руках профессионалов. Это закупается именно для того, чтобы этим инструментом работалось, а не для какой-то показухи. Они будут работать в течение года, пока их не спишут. Это, конечно, хорошее поспорье для наших работников в ЖЭУ и те, которые у нас есть дворники, и они этим же инвентарем и будут работать. Пункты выдачи жителям инвентаря для субботников будут работать не только в ЖЭУ муниципальных контор. Коммерческие управляющие компании тоже готовы бесплатно предоставить необходимые инструменты, чтобы вместе навести порядок в городе после зимы. Ну а дворники обещают поделиться с желающими секретами профессионального мастерства. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...